Давайте вспомним некоторые шаги, которые привели Еноса к получению глубокого опыта укрепления веры. Во-первых, Енос услышал евангельские истины от своего отца, примерно так же, как вы слышите их у себя дома и на этой конференции. Во-вторых, он позволил учениям его отца о вечной жизни и радости святых проникнуть глубоко в сердце. В-третьих, он исполнился желание выяснить для себя, истинны ли эти учения. И каково его положение перед Создателем. Как сказал сам Енос, «Залкала душа моя». Благодаря такому сильному духовному аппетиту Енос оказался достоин того, чтобы в отношении него сбылось обещание Спасителя. «Блаженны все алчащие и жаждущие праведности, ибо они исполнятся Духа Святого». В-четвертых, Енос повиновался заповедям Божьим, что сделало его восприимчивым к внушениям Святого Духа. В-пятых, мы читаем у Еноса, «Я опустился на колени перед моим Творцом и возвал к нему в могучей молитве и молении за свою собственную душу. Весь день я взывал к нему. Да, и когда наступила ночь, я все еще возносил свой голос свысь, так что он достиг небес». Это не было легким делом. Вера не пришла быстро. Напротив, Енос описал свой опыт молитвы как борьбу, которую он боролся перед Богом, но все же он обрел веру. Силой Святого Духа он обрел личное свидетельство. Мы не сможем обрести такую же сильную, как у Еноса, веру без собственной борьбы перед Богом в молитве. Я свидетельствую, что награда стоит таких усилий. Продолжение следует...